Витамин Как приготовить закусочные шарики Узнайте, как нестандартно можно применить губку для мытья посуды Спортивный ребенок расскажет, почему он решил заниматься бразильским джиу-джитсу А доктор Витаминкина объяснит, почему секутся волосы Оставайтесь до конца, будет интересно Сонь, ты посуду часто моешь? Бывает, но это не самое мое любимое занятие А что? А чем ты ее моешь? Ну, как и все, наверное, специальной губкой Ты знала, что губкой можно не только посуду мыть, но и использовать не по назначению Сложно представить Смотрим рубрику Ловила и Хак Арина расскажет, как еще можно использовать губку для посуды Привет! Губка для мытья посуды – это вещь в хозяйстве полезная Они есть у каждого, но не все знают, как с максимальной пользой их применить Мы привыкли, что губка служит на кухне для одной цели – мыть посуду Но есть еще интересные и не менее удобные способы ее применения Вам не нравятся капли клея, оставленные на столе после работы? Можно этот неприятный момент исправить Нанесите на губку немного клея, оставьте на время, чтобы клей впитался А затем смачивайте немного водой Чистота гарантирована! Можно не приобретать дорогостоящие губки специально для изделий из замши Сумки, обувь и куртки можно легко почистить кухонным спонжем Грязь смахнем жесткой стороной спонжа Затем мягкой частью спонжа пройдемся по изделию Не нужно шить или покупать специальные игольницы, когда под рукой есть губка Если у вас нет под рукой специального спонжа для краски, можно воспользоваться кухонной губкой А чтобы в процессе не испачкать руки, воспользуйтесь канцелярским зажимом Казалось бы, губка – такой простой кухонный аксессуар Зато какой функциональный! Смотрите мою рубрику, ведь я знаю, как упростить вам жизнь Ну а с вами была Арина, пока-пока! Тимофей, ты творческий человек? Мне кажется, да А ты любишь делать какие-нибудь подделки? Когда есть настроение, могу что-нибудь смастерить А что? Просто мне кажется, что наша коллега Даша настолько любит что-то делать своими руками Что готова каждый день ходить на разные мастер-классы И этот раз тоже не стал исключением А где побывала Даша в этот раз, смотрим сюжет и далее О, бисероплетение! Давно хотела научиться Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Даша, и я бы тоже хотела с вами сделать какую-то интересную подделку Можно? Можно, конечно Проходи, Дашенька Тема нашего занятия – яйцо из бисера То есть мы делаем вот на основе яйца Делаем вот такого красивого цыпленочка Что для этого нужно? Для этого нужна нам заготовочка из пенопласта Для этого нам нужен бисер и нужна проволочка Вначале мы набираем на эту проволочку бисер Ну что, приступим? А со скольки лет можно делать подделки из бисера? Подделки из бисера можно делать из пяти лет А почему именно с пяти лет? Потому что дети уже понимают, что такой бисер Техника безопасности уже может соблюдаться Я закончила нанизывать, что мне делать дальше? А сейчас мы берем твою низку бисера, которую ты нанизала Берем нашу заготовочку, приложили бисер Опять взяли пистолет, проклеили небольшой участочек И приложили бисер И готово Готово? Прекрасно, умничка, молодец Значит, заготовочка у нас есть, да? Теперь мы работаем по схемочке Работаем строго по схеме Что мы делаем? Крылышко мы делаем параллельным плетением То есть берем проволочку, на нее нанизываем бисериночку Сколько мы бисериночек нанизываем? По схеме Одну бисериночку Берем второй конец проволоки И проходим навстречу через эту бисериночку Соединяем два конца вместе Таким образом мы находим серединочку Также по схемочке мы делаем клювик Параллельным плетельным Делаем лапки и делаем гребешок А из чего сделан бисер? Бисер сделан из стекла Он бывает крупный, бывает мелкий Детали у нас готовы У нас с тобой сделаны два крылышка Две лапки И клювик Что мы должны сейчас делать? Мы сейчас все это приклеиваем Спасибо вам большое за мастер-класс Мне очень понравилось Пожалуйста, Дашенька, приходи, еще многому научим Хорошо Вот такой вот милый цыпленок у меня получился Обязательно научу свою сестричку А с вами была Даша Пока-пока! Соня, вчера случайно подслушала разговор двух подруг И одна жаловалась, что у нее постоянно секутся волосы И она не знает, что с этим поделать У меня к тебе вопрос Что такое посеченные волосы? Ну, это когда кончики волос совсем сухие И торчат в разные стороны А у тебя такие есть? Нет, я этим не страдаю Но если тебя уж так заинтересовала эта тема Доктор Витаминкина с радостью нам об этом расскажет Давайте смотреть! Добрый день, с вами рубрика «Просто о здоровье» И я, ее ведущая, доктор Витаминкина Секущиеся кончики – основная проблема волос Которые мешают им удлилить здоровым и ухоженным Секущимся принято называть такие волосы на кончиках Которых становится заметно расшибление Внешне напоминает метелку Повреждение волос следствием неправильного ухода Частое использование фена, утюжка, флойка Все это приводит к испарению естественной влаги волос Оказывает большой вред продукты с большим содержанием сахара Нарушается поступление в организм кальция Восстановить секущиеся кончики Можно, используя комплексное лечение Сначала необходимо убрать уже посетенные кончики А потом предотвратить появление новых Нужно постараться отказаться от применения фена и утюжка Не используйте расчески и заколки с чересчур острыми зубчиками В холодное и жаркое время года защищайте голову головными уборами Используйте расчески исключительно из натуральных материалов Например, из древесины Если у вас сильно секутся кончики волос Соблюдайте легкие правила доктора Витаминкина А если у вас возникнут вопросы То добавьте их в мою группу ВКонтакте А с вами была я, доктор Витаминкина Будьте здоровы, пока-пока, до новых встреч Хочется чего-нибудь нового на завтрак? А ты что, уже все блюда по рецепту Ярослава приготовила? Можно и так сказать Нужен новый рецепт Раз нужен, получай, сегодня Ярослава готовит творожные шарики Звучит вкусно Внимание на экран Привет! Творожный сыр это универсальная закуска Его можно использовать в качестве намазки на хлеб Им можно начинить тарталетки В общем, его можно использовать практически в любом блюде А сегодня я буду готовить из творожного сыра закусочные шарики Для этого нам понадобится творожный сыр Ветчина Грецкие орехи Перец сладкий Огурец Укроп И паприка Начнем с приготовления начинки Ветчину, огурец и перец нарезать маленькими кубиками Орехи мелко порубить Смешать творожный сыр с начинкой Мокрыми руками формируем небольшие шарики И обваливаем их в паприки, укропе и грецких орехах Вставляем шпажки На вкус эта закуска очень интересная Она легкая и сытная одновременно А внешний вид таких шариков обязательно порадует ваших гостей А с вами Готелла Ярослава Приятного аппетита! Так, каратэ в передачу уже было Бокс, кикбоксинг тоже были Чего еще не было? Джиу-джитсу Точно, это древнее боевое искусство Переводится как искусство мягкости А подробнее об этом виде единоборств Нам расскажет следующий участник рубрики «Спорт детки» Смотрим! Всем привет! Меня зовут Рушти Мне 9 лет, я 4 года занимаюсь джиу-джитсу Занимаюсь довольно порадотворно, старается Первое место по Крыму занимал на соревнованиях Второе место занимал тоже по Крыму Здесь 4 года, он заработал, если не ошибаюсь По-моему, 2 золотых медали 2 серебряных Бразильское джиу-джитсу – это бразильское боевое искусство Построено на партере, на полу Все болевые, удушающие, да, возможно, на нем Мы боремся, разминаемся Я стал знать много приемов, могу их применить, если надо будет Захват удушающий, ну, еще проходы Какой-то вот самый такой интересный Маунт – это ты садишься на живот к своему сопернику и его удерживаешь У меня уже желтый пояс Долго шел на него Вот год назад его получил Я прошел белый Я прошел серый Потом И потом уже вот получил желтый Полоска на поясах Тут должно быть, да, 4 полосы Каждая полоска – это говорит о том, что ребенок там на шаг Подошел к следующему поясу Ну, либо взрослый, разумеется То есть первая полоска, она, в принципе, отвечает за технику Так же, как и вторая Вот, третья и четвертая полоска, она отвечает за какие-то там моральные качества То есть, если он там уже готов Там становится более ответственным То есть, он может что-то подсказать другому, объяснить То есть, ему там есть третья и четвертая полоса Когда он их собирает четыре на поясе у себя Он готов уже перейти к следующему поясу И так вот заново То есть, набирается новой техники Нов凄их-то там знаний Там новое мышление у него появляется И снова следующий пояс Как и любой спорт, где-то дисциплина Вот, какая-то ответственность у них появляется Само собой не понимаю, что младших бить нельзя Надо заступаться за других ребят И, наверное, кто-то силу ему дает в жизни Ребята, передача подошла к концу Но не расстраивайтесь, ведь мы увидимся ровно через неделю Пишите в нашей группе ВКонтакте сюжеты На какую тему вы бы хотели увидеть в следующем выпуске Ну а на сегодня мы прощаемся С вами были Соня, Тимофей и передача Витамин Пока! Субтитры подогнал «Симон»